здравствуйте меня зовут валентин хохлов это очередной выпуск из цикла о жизни людей 80 и 90-е годы не абстрактных каких-то людей а вполне конкретных людей городского среднего класса которые жили в последние десятилетия советского союза и в первое постсоветское десятилетие на примере меня моей семьи которых я считаю типичными представителями городского среднего класса интеллигенции или как в советское время говорили служащих но также жили семьи моих школьных товарищей и это в общем-то очень типично почему я это делаю потому что есть сейчас очень много мифов и кто-то может быть подзабыл а кто-то может быть не знал а кто-то и специально врет в общем тогда три таких категории людей я вижу довольно часто одни люди рассказывают как в советском союзе все было хорошо кто-то рассказывает что все плохо было кто-то рассказывает что все было хорошо так вот из тех кто говорит хорошо некоторые из них они просто не могли физически застать советский союз потому что эти люди там родились в 80 извините меня если люди родились 80 тем более после 83 года они просто не могут помнить ничего в сознательном возрасте от тех временах даже те кто родились в начале восьмидесятых ну тоже что там первые два класса школы но это есть большая разница даже по себе знаю там как воспринимаешь мир в семь восемь лет в девять десять лет или в одиннадцать двенадцать это на порядок уже ты больше понимаешь и на порядок лучше воспринимаешь действительность так что извините те кто родился в восьмидесятые вы советского союза помнить не можете в принципе вопрос закрыт а те кто родились позже то даже это и глупо говорить есть люди которые пожилые ностальгируют по советским временам и в принципе я их могу понять опять же я в советские годы был ребенком и у меня какая-то ностальгия тоже сохранилась я не могу ничего там сказать что вот это была плохая жизнь во всем дам трава была зеленее деревья были высокие небо было голубое на самом деле восьмидесятые я помню как достаточно солнечное время по внешней обстановке в отличие от девяностых но тем не менее я стараюсь подходить к этому объективно и критично и находить и говорить правду о том что было в восьмидесятые как я их помню это мне все было хорошо там было много чего плохого равно как и в девяностые были плохие вещи были там страшные вещи было было небезопасно была гиперинфляция но в то же время там было кое-что и хорошая и светлая что я тоже помню так вот насчет восьмидесятых с одной стороны время когда там родители еще молодые когда дедушки бабушки живы все это вроде как бы и время беззаботного детства можно так сказать но тем не менее я рассказываю то что я помню потому что там были и очереди там был дефицит там были и мокрая постели в поездах которые не не успели высохнуть и сами поезда которые нещадно опаздывали и практически никогда не приходили вовремя там было и бедности один или два канала по телевизору и необходимость что-то доставать урывать и искать какие-то концы для того чтобы найти блат это все тоже было и не стоит об этом забывать и можно конечно снисходительно отнестись к пожилым людям у которых есть ностальгия по временам когда они были молодыми но надо в общем-то быть самокритичными в этом тоже и наконец есть третья категория людей это подлецы это люди которые прекрасно все помнят и прекрасно знают особенно если они работали в каких-то там инстанциях типа номенклатурных или даже кгб они это не могут не видеть но они врут они врут о том как тогда было хорошо как тогда люди жили дружно как тогда люди под ковриками ключи от квартиры оставляли или не запирали двери как не было дефицита как все было как было лучшее советское мороженое и так далее дружба народов было естественно а развал советского союза оказался величайшей геополитической катастрофы нам говорят люди которые развязывают бойню которые ракетами обстреливают жилые кварталы и теплоэлектростанции которые совершают массовые военные преступления и они нам будут рассказывать о советском союзе из разумеется это подлецы чистой воды и надеюсь они доживут до своих трибуналов которые повторят те же вещи которые были в нюрнберге и осудят эти преступления но вернемся к советскому союзу вот в прошлый раз я рассказал о том как жила семья в городской квартире какая там была мебель какая бытовая техника как обставляли комнаты теперь давайте поговорим о товарах и продуктах о том что мы видели когда выходили из своей квартиры и шли в магазин ну прежде всего сразу расскажу о качестве советских продуктов даже не своими словами а вот один анекдот который в намедни у парфенова еще тогда в первых сериях намедни рассказал егор гайдар о советской жужжалке летит жужжит летает в ухо не попадает что это такое ответ советская летающая жужжалка для попадания в ухо анекдот был о качестве советских товаров качество было плохим поэтому когда я сейчас вижу ну не сейчас это еще двухтысячных было магазины у нас белорусских товаров ничего не имею против белорусских товаров есть и хорошего качества есть и обычно то есть нормальные товары ничего не могу сказать но у них слоган был тогда белорусские там продукты качество ссср это же надо было додуматься сказать качество ссср когда всем кто жил в ссср прекрасно было известно что советские товары ужасающего качества и все стремились покупать товары импортные хотя бы социалистических стран только бы не советские и вот это это вот тоже надо быть под лицом чтобы играть на чувствах людей которые не жили тогда и не знали и от создавать миф о том что в советском союзе были товары качественные нет они были в основном не качественные и в основном это было именно массовое низкое качество товаров опять же не верите гайдару до считаете его либералом ok а константин райкин старший имеется ввиду который в брежневское время был самым популярным юмористом и был даже такой анекдот уже в горбачевское время кто нас смешит райкин отец райкин сын и райкин муж ну райкин муж это горбачев потому что его же ну звали раиса так вот райкин отец это конечно был глыба такой советской эстрады и у него была такая миниатюра о советской одежде о пиджаке да который плохо сидел который был криво пошит и он типа возмущался выходит там как бы с другой стороны человек который шил ну работал вернее на фабрике где шили эти костюмы и говорит ну вот вы возмущаетесь вы возмущаетесь к пуговицам претензии есть и райкин как бы говорит пуговицам претензий нет пришиты намертво так в чем вопрос я отвечаю за пуговицы да то есть то что вообще весь костюм ужасающего качества никого не смущало тот человек отвечает за пуговицы все остальное его не касается но суть это миниатюры была в том что почему над ней смеялись потому что если бы советская одежда была хорошего качества никто бы не смеялся никто бы не поверил в ну как бы суть этой миниатюры то что это было смешно то что люди массово смеялись это доказывает что вещи советском союзе были ужасающего качества в частности там одежда и обувь и мы об этом тоже еще поговорим опять же в прошлый раз когда я готовил уже монтировал видео и смотрел где взять фотографии советских телевизоров почитал там статьи где люди тоже писали о советских телевизорах там гораздо больше естественно я не все из них видел и не все помню но общим местом было то что в советских телевизорах если у них был была ручка переключения программ там на 6 или на сколько-то там положение на 12 положений то очень часто эта ручка ломалась и каналы переключали плоскогубцами вот это я помню у нас такого не было но у тех вот знакомых или родственников где мы останавливались часто было такое что ручки отваливались и действительно приходилось как-то там или что-то приклеивать или плоскогубцами переключать каналы тоже о качестве советских телевизоров в данном случае или о качестве там услуг или о качестве там электро сети в советское время очень часто в квартирах и в домах были стабилизаторы напряжения такое какое-то вот устройство куда включался телевизор а уже это устройство включалась в сеть для того чтобы вот уж не знаю что скачки напряжения или частота какая-то которая не выдерживалась в общем она она вредила телевизором и поэтому стабилизатор напряжения это было довольно распространенное устройство я не помню чтобы эти стабилизаторы были уже даже в 90-х годах не говоря уже о современных ситуациях так что вот это это все реальные вещи реальные истории на там анекдотах сатире или примере советских товаров которые показывают что на самом деле качество было в основном низко может быть какие-то были исключения которые были действительно качественно но в основном они были низкого качества но это полбеды и даже не самая первая половина беды а первой половиной беду беды была советская торговля суть которой можно выразить тремя словами вот такой триадой триада советской торговли это дефицит блат воровство дефицит о котором много сказано дефицит который все кто жил в советском союзе не могут не помнить и даже и не отрицают в основном что до были очереди было сложно достать надо было много выстаивать зачастую записываться за на бытовую технику за несколько месяцев и стоять в очереди несколько месяцев там одежду обувь ждать что выбросят где-то в каком-то магазине и ты сможешь достать случайно а больше по блату по знакомству из-под прилавка через знакомых продавцов или через спекулянтов но в основном спекулянты дорого в основном по блату вот блат возможность что-то достать возможность через каких-то знакомых достать то что не попадает в свободную протажу это было очень часто это был основной способ добывать нормальные вещи как бытовую технику так одежду обувь и хорошо жили те кто работал в советской торговли этот это вошло даже в фильмы я помню меня как-то поразил советский фильм ну поздний советский фильм где показывают кого-то там обеспеченного человека вот которого там гости там собираются и все к нему так почтительно относятся и меня всегда удивляло вот я спрашивал тому взрослых а вот кто кто это человек почему так к нему относятся в фильме уважительно он был директором свалки у меня у ребенка советского не укладывалось в голове почему директор свалки в советском союзе это такой важный человек я уже не говорю о том что важными людьми были мясники были продавцы заведующие базами какими-то даже там плодо овощная база или там какая-то еще база это в советском союзе было супер мега почтительная работа и очень денежная но о том какие были случаи когда обычные мясники на рынках становились но если не миллионерами то по крайней мере они ворочали деньгами в районе десятков тысяч рублей что по советским меркам были огромные деньги и обычный там инженер или преподаватель или врач такие деньги заработать ну в лучшем случае за всю жизнь ему удавалось там заработать тысяч десять рублей а тут это за несколько месяцев мясник на рынке мог заработать и были известные истории конечно они с криминальным душком естественно это был нечестный заработок и о том что воровства в советском союзе не было опять же есть масса историй или там высказываний или анекдотов и я уже рассказывал про поезда и вокзалы как там все воровали и люди поэтому следили за своими вещами и там ставили не знаю ботинки под полку на которой спали в поезде типичная вещь в советских поездах так вот были также и анекдоты про воровство да даже не про воровство главный слоган советского союза был такой ты здесь хозяин а не гость тащи с работы каждый гвоздь и с феномен не сунов то есть людей которые несли со своих заводов и фабрик все что могли утащить это было вообще даже за воровство не считалось это была распространенная вещь в советском союзе но как воровали в торговле и в общепите это это гораздо большие масштабы и и даже ну анекдотическая ситуация вот анекдот реальный анекдот который когда-то вот рассказывал дедушка приходит человек в бар да в сельском союзе были бары в них и редко ходили только обеспеченные люди но могли прийти то есть было такое приходит и говорит там можно у вас взять 150 коньяку можно ну там налейте наливает ему там девушка на это давайте чтоб два раза не ходить еще 150 приносит она ему два стакана она летала чё же два стакана вы в один налили бы как же я в один налью 2 по 150 это 300 а стакан 250 не поместится он так берет один стакан в одну руку другой раз перелил все поместилось и девушка такая ой дядечка а вы что в цирке фокусником работаете да нет девушка я в обхсс работаю обхсс это отдел борьбы с хищениями социалистической собственности это вот подразделение милиции которая занималась собственно экономическими преступлениями вот анекдот был смешным суть его была в том что в общепите не доливали если это напитки не доливали если это еда не докладывали и считалось нормальным там 10 15 20 процентов не долива не до комплекта что ли и это все разворовывалось это было типично поэтому и анекдот такой стал возможным а в советской торговле распространены были весы рычажные ну то есть на одну чашу кладется из-за крупа мясо еще что-то что на развес отпускается на другую чашу весов клались гири и так вот определялась масса товара так вот эти гири их подпиливали там специальным образом что-то для объема в них доставляли меньшего веса для того чтобы гиря килограммовая на самом деле она была там 950 грамм 900 грамм и кстати это было типично и кстати говоря поэтому в советском союзе было два таких феномена один это контрольные весы в магазинах а другой это то что практически у каждой советской семьи были карманные весы вот даже уже в 90-х это как-то вышло из употребления а в 80-х еще вы зайдете на кухню вы откроете ящичек где лежат вилки ножи и ложки и там же обычно лежали и такие пружинные весы которые брали с собой для того чтобы проверять на на месте они обвесили ли вас это было очень типично сейчас в лучшем случае на рынке такое берут а в магазин естественно никто не носят потому что уже давно не не обвешивают а в советском союзе обвешивали постоянно и кроме того обсчитывали потому что в советском союзе продавцы считали на счетах до самых последних лет существования советского союза приходите в магазин там продавщица такая тетка стоит и у нее счет и она костяшками этими щелкает высчитывает и в уме вы так быстро не посчитаете калькуляторов карманных не было и обсчитывали тоже часто ну а насчет дефицита лучшая картина дефицита это знаменитое высказывание такое как бы не знаю апокриф или реальное высказывание продавщица которая стоит за прилавком перед ней масса народа очередь и она им говорит вас много а я одна понимаете вот это все отношение советской торговли к клиенту вас много а я одна и продавцы они же не зависели от того много у них покупателей мало много покупателей много мороки они наоборот были не заинтересованы в этом почему потому что сейчас если вы владеете бизнесом или управляете бизнесом вы точно понимаете чем больше у вас клиентов тем для вас лучше тем больше вас прибыль и даже если вы наемный работник вы понимаете если у вашего бизнеса много клиентов это значит вы без работы не останетесь еще и премию получите а если клиентов мало то премию не получите а то и вообще бизнес закроется то есть все заинтересованы в том чтобы было больше клиентов в советском союзе было не так не продавцы не врачи не там еще кто-то из сферы обслуживания не был заинтересован в клиентах они получали зарплату независимо от того сколько клиентов и довольны клиенты или нет поэтому вас много а я одна вы мне мешаете я продавец мне вообще лучше чтобы вас никого не было я свою зарплату буду получать а мороки никакой не будет то есть вот абсолютно искаженная картина мира это вот эта картина советской торговли с чего же она состояла вот если так взять по-хорошему то до советское время были распространены магазины у дома это то где советские люди обычно покупали продукты но городской имеется ввиду население были магазины специализированные типа хлебные хлеб молоко вот почему-то я помню именно такую комбинацию у самого был рядом с домом такой магазин и я там мальчиком туда ходил за покупками именно вот хлеб молоко был овощиной специализированный магазин и часто были магазины гастрономы то есть продуктовый магазин широкого профиля более-менее там широкого их было тоже много они были довольно часто ну почти на каждом шагу иногда попадались специализированные винноводочные магазины и особенно это если восьмидесятые то только там продавались алкогольные напитки и только в определенное время но мы об этом еще поговорим позже и были редкие универсам и универсам это что-то типа супермаркета то есть действительно где были не прилавки потому что обычный гастроном это прилавки за ними продавец и товар отдает продавец то есть вы не могли ничего брать универсам это там где были полки с товарами вы могли что-то взять под пойти на кассу и пробить так вот этих универсамов то есть по нынешним меркам формат супермаркета их было очень мало даже вот в столице союзной республики но и в москве их было наверное больше но тем не менее их было все равно гораздо меньше чем на западе того времени было супермаркетов то есть формат магазинов самообслуживания продуктовых в советском союзе был исключением а не правилам если мы возьмем наиболее массовые магазины и наиболее массовый товар это хлеб и хлебные магазины соответственно или там отделы хлебные отделы в магазинах хлеба в советском союзе ели действительно много я уже в прошлый раз об этом говорил что и в 90-х и позже я даже не каждый день уже хлеб ел и как-то и хлебница как атрибут кухни она куда-то исчезает а в советском союзе хлеб это была ежедневная еда с хлебом дефицита не было проблем не было его можно было купить действительно свободно и стоил он действительно не очень дорого но при этом во во-первых не было большого ассортимента во вторых хлеб по разным союзным республикам я думаю отличался почему потому что у нас например типично было что три вида хлеба это батон белый это поляница это большой белый круглый хлеб с надрезанный такой как бы надрезанным гребнем он выглядел красиво но реально мы его не ели потому что он не очень вкусный и это черный хлеб который назывался украинский вот это был такой наиболее массовый продукт то есть это батон и черный хлеб украинский или скорее половинка даже вот украинского это то что обычно покупали когда я был в россии то есть в рсфср потому что некоторые из вас может быть путают россию и ссср так вот ссср это не россия ссср это федерация с 15 республик а россия это было только одно из этих 15 россия это рсфср так вот когда я был в рсфср что меня поразило это то что у них другой хлеб у них обычный хлеб это кирпичики кирпичики черные кирпичики белые у нас такого не было у нас могли быть кир иногда довольно редко черные кирпичики бородинского хлеба а в принципе кирпичиками хлеба у нас не пекли если мы возьмем второй наверное по популярности продукт советского времени и соответственно распространенные магазины это молочное то есть хлеб молоко вот за хлебом за молоком люди ходили каждый день в магазины если кстати я хлеб был в основном без очередей приходишь берешь тоже в молочный отдел приходилось постоять в очереди особенно если это не только молоко молоко кстати мы мало употребляли на самом деле больше другие продукты типа кефир сметана ряженка масло там же продавалась а так вот за этим надо было уже постоять но кстати еще один штрих зарисовки про хлебные магазины хлеб советском союзе был вещью культовой мы там писали всякие сочинения хлеб и несуществительное все это такое хлеб народное добро береги его в магазине хлебном висел плакат в чем типографским образом сделанный довольно красиво оформленный почему нельзя выбрасывать черствый хлеб какие изделия можно из него сделать действительно хлеб советском союзе берегли и считалось неприличным хлеб выбрасывать даже если он черствел его как-то там пытались что-то применить теперь возвращаемся к молочной группе молоко я так понимаю в советском союзе пили все-таки много это просто наша семья я сам молоко в обычной жизни не употребляю я его не люблю значит и в семье тоже у нас особо его не не пили кефир да кефир пили часто сметану использовали час там масло там маргарин тоже если брать молочные жидкие продукты то в советском союзе был особый тип молочной бутылки такой пузатенькой вернее не пузатенькой а с широким горлышком и она закрывалась фольгой фольга разных цветов которая отвечала за продуктом белая или какая-то серебристое это молоко зеленая по моему это кефир там еще какая-то это ряженка еще какая-то там топленое молоко ну вот сметана иногда была в бутылочках тоже с широким горлышком но поменьше но я почему-то помню что обычно мы за сметаной ходили с бидонами и сметану из такого огромного бидона какого-то жестяного ополовником разливали в бидоны клиентов и вот я там мальчиком ходил с бидончиком эмалированным и вот я помню что сметану именно так покупали на разлив сейчас это кажется крайне негиеничным да ну но вот тогда было так то есть люди в советском союзе все-таки жили гораздо беднее чем мы сейчас живем и гораздо в худших условиях даже на примере того как они сметану покупали еще были также в советском союзе треугольные вернее пирамидки такие треугольные пирамидки в которых было молоко по моему кефир тоже был ну и другие продукты молочной группы я их помню скорее по универсамом и я помню что эти пирамидки они да считались более модными но они нещадно текли и поэтому если вы в универсаме выбираете молоко или там кефир то вы перебираете несколько этих пакетов и так и смотрите из какой не течет чтобы ну по дороге треть этого пакета не не вылилось пока вы вот домой донесете кстати говоря также появились в последние годы советского союза картонные упаковки с такой прямоугольной формы литровые они были редкостью они уже были но все-таки были редкостью я их скорее помню по москве когда вот мы гостили в подмосковье ездили в москву то и я почему-то помню что там был еще фруктовый кефир я его кстати очень любил вот он редко где-то попадался но в москве я его помню такой фруктовый кефир именно в таких пакетах прямоугольных более современных далее были овощные магазины овощные магазины внушали отвращение потому что там плохо пахло там ужасно пахло и даже вокруг них ужасно пахло вообще в советском союзе вокруг продуктовых магазинов было что-то типа склада или свалки часто там стояли ящики вокруг именно магазина не в самом магазине а и вот за его пределами часто стояли ящики а в овощном магазине еще там часто какие-то валялись не знаю отходы не отходы почему-то вот вот такое было им было много гнили и на самом деле овощи старались покупать на базарах ну это было и дорого и не рядом с домом поэтому овощей обычно было довольно мало единственные массовые овощи это картошка которую покупали старались купить там большими мешками и на надолго но в таком ежедневном режиме и не покупали хотя ели картошку очень часто обычное блюдо советского человека лук там вот тоже такое ежедневное уже если брать помидоры баклажаны огурцы это уже не каждый день это уже все-таки было реже массовый магазин это гастроном в гастрономе если мы возьмем наверное наиболее сложный для советского человека отдел это мясной отдел почему потому что мясо это был дефицит вот очереди за молоком и молочной группой это не что в сравнении с очередью за мясом вот это наверное самые большие очереди если не считать там виноводочных это за мясом я помню что мясо рубили прямо в магазине даже не в подсобке по моему а в отделе стояла колода такая огромная деревянная колода там был топор там был какой-то такой тоже здоровый дядька мясник в не очень чистом фартуке которые прямо это эти туши там разделывал при покупателях как как бы кажется дикость сейчас мы вот такое было но с другой стороны мясо было бывало нечасто мясо с мясом была большая проблема мясо мы ели конечно не не так что уж прям каждый день и мясо обычно было плохого качества ну прям вот привозили эти туши их там на месте рубили и мясник старался дать людям ну как бы куски похуже потому что это все же на вес было соответственно мясо поменьше там чтобы жилы были чтобы кости были люди возмущались я помню одна такая история прямо анекдотическая была в гастрономии вот я с мамой там мы стояли в очереди за мясом там была впереди какая-то женщина мясник ей отрубил какой-то кусок мяса дал она была им недовольна что же это такое вот кости жилы вы мне человеческое мясо дайте и мясник и тут же ей нашел что ответить а мы человеческим не торгуем ну понятно игра слов до человеческая она имела ввиду что хорошее мясо он именно в прямом смысле сказал что человеческим не торгуем так что с мясом были проблемы гигантские проблемы проще всего было купить курицу вот чаще можно было купить курицу это это было не всегда курицы тоже их выбрасывали это надо было достать это надо было поймать этот момент когда их выбросили в продажу куры были ужасными они были бледными такими с синевой а самое главное они были с головами с лапами которые надо было дома уже отрубить и они были какие-то не до конца что ли ощипанные но вот я помню когда вот маме удавалось купить курицу то это было целый ритуал да она отрубала лапы и голову потом она снимала с газовой комфорки вот эту вот такую круглую штучку так что из комфорки вырывался именно такой факел газовый и на этом факеле мама этих кур опаливала и от этого был ужасно вонючий запах вот этой паленой паленых перьев но вот такие были реалии жизни в советском союзе других кур тогда не было для массового покупателя для массового городского жителя и еще один феномен вот советского союза который был распространенным это феномен знакомого мясника знакомый мясник это было очень ценное знакомство тоже ситуация реальная из жизни как-то с дедушкой мы поехали в гастроном поехали уже непривычно да гастрономы в пешей доступности то есть мы поехали в другой район это не не на другой конец города сразу скажу но это достаточно далеко на троллейбусе минут 20 приехали в магазин мясник он там с ним поздоровался зашел зашли в подсобку и там дедушка ну сказал какое мясо он хочет и ему тот мясник дал вот это мясо дедушка пошел в кассу оплатил то есть это было не ворованное это было мясо по государственным ценам но то которое люди так придя просто в магазин купить не могли это мясник прям вот именно по знакомству хорошие куски дедушки дал я я не знаю почему но это знакомый мясник да это вот вот именно тот случай почему это знакомство ценно потому что только так можно было хорошее мясо достать но почему вот у дедушки такое знакомство возможно это был район в котором дедушка когда-то работал в райисполкоме хоть и там мелким чиновником но возможно вот полезное знакомство мясника с чиновниками А чиновника с мясником позволяла им вот так по блату, естественно, но без переплат и без спекуляций получать дефицитный товар. И, конечно, вы понимаете, что у кого в Советском Союзе была возможность такое знакомство заполучить, чтобы иметь возможность покупать мясо, тот ей пользовался. Я думаю, что со многими эти мясники имели вполне коммерческие отношения, то есть они продавали им мясо. Ну, грубо говоря, человек оплачивал в кассу по государственной цене, а плюс он мяснику еще и на лапу давал сверху за возможность купить хороший кусок. Так что это, скорее всего, и объясняет, почему работа мясником в Советском Союзе считалась престижной, денежной и такой, ну, они жили зажиточно. Что же мы тогда ели в обычные дни, когда мясо там было недостаточно? Кстати, мясо, если плохое мясо, из него делали обычно фарш и котлеты. То есть котлеты, опять же, причина популярности в Советском Союзе, плохое качество мяса. Ну, а котлеты там батон, мясо, там любого качества перекручивалось в мясорубке и меньше, как бы, требований к качеству мясного продукта. Но в повседневной жизни мы чаще ели колбасу. Почему? Колбаса была, нельзя сказать, что колбасы не было. Вот чего не было, так это сырокопченой колбасы. Вот сырокопченая колбаса считалась дефицитом, деликатесом. Ее можно было достать. Ее ели обычно по праздникам. То есть дни рождения и Новый год на стол там нарезку ставили. Сыр колбаса на отдельной тарелочке. Это считалось шикарной едой, между прочим. Так вот, старались какую-то палку сырокопченой колбасы оставить под Новый год. Часто их давали в виде продуктовых наборов в организациях. В свободной продаже сырокопченой колбасы обычно не было. Что было, это вареная колбаса. Обычно она была. То есть это не был такой уж дефицит. Действительно, вареную колбасу мы ели на ежедневной основе. Вареная колбаса была там разных там видов. Но обычно это была или докторская, или останкинская. Реже шахтерская. Может быть еще какие-то были. Но я помню вот эти три вида. И качество было плохое. Откровенно плохое. И была такая шутка, что останкинская колбаса называется так, потому что ее делают из останков. Мы там уже добавляли докторскую. Получается, что из докторов. Но когда мы еще были такими мальчиками, школьниками, шутили. Но тем не менее, вот именно останкинскую докторскую мы ели каждый день. Что касается сыра. Сыр был сравнительно дефицитным продуктом. То есть его не ели на повседневной основе. Считалось, что, ну да, его, наверное, было проще достать, чем сырокопченую колбасу. Но все равно это надо было как бы иметь определенную удачу, чтобы оказаться в магазине, когда там сыр выкинули в продажу. Это не то, что он там лежал постоянно. Сыр был плохой, скажем так. Ну, точнее, я вот помню такие там сорта. Это голландский, российский, пашихонский. Меня всегда удивляло это название. Откуда оно взялось, что это за пашихонский сыр. И я, кстати, не помню, чтобы он где-то продавался. Но вот дедушка говорил о нем. И я вот это название запомнил. По-моему, еще был швейцарский сыр. Вот это из того, что я помню. И сыр обычно тоже ели по праздникам. Так, чтобы сыр есть в ежедневном режиме, такого не было. Но хотя его ели чаще, чем сырокопченую колбасу. То есть иногда его покупали, доставали. Обычно был всегда в продаже плавленый сырок. Иногда был еще колбасный сыр. Но все советские сыры, вот если сравнивать с нынешними, с настоящими сырами, они были безвкусные. Ну, по крайней мере, я вот так помню. Более того, мои родители, они сейчас покупают вот такие постсоветские сыры с таким же вкусом. И меня это удивляет. То есть обычный сыр такой вот западный, типа там настоящего голландского сыра или там французского сыра. Он для них слишком острый, слишком сладкий, слишком у него какой-то резкий вкус. А вот у советского сыра у него был такой вкус, ну, я бы так сказал, как у мыла какой-то. Ну, он был безвкусный, относительно безвкусный. Не знаю почему, но вот такое было. И, кстати говоря, в сыре очень часто такая попадалась штука, как пластмассовые циферки. Не знаю, что они означали, но вот такое воспоминание детства. Я эти циферки там любил выковыривать и даже там как-то их собирал. Ну, не то, что прям коллекционировал, но вот почему-то были в советском сыре вот эти пластмассовые циферки. Если брать бакалейную группу, ну, макароны и рис, по-моему, были всегда. Особым дефицитом они не были. Ну, в последние годы, там, 89-й, 90-й, 91-й уже, конечно, все было в дефиците. Но там в середине 80-х, по-моему, это все-таки было довольно просто купить. Но особенно много было всяких круп. То есть, крупы и, соответственно, каши из них, это была наиболее частая еда советских людей, особенно старшего поколения. То есть, вот бабушки вот всегда любили делать кашу. Ну, и крупы были, конечно, главная крупа. Это гречневая крупа и гречневая каша, это там царица советской кухни. В других странах я что-то не помню, чтобы гречневую кашу ели. Но были и другие каши. Были пшено и пшенная каша, перловая крупа и перловка, овсяная каша, манная каша. Была еще какая-то каша артек. Не помню уже, из какой крупы ее делали, но вот название я запомнил. Рыба была редкостью. Живая, ну, даже не живая, а просто вот свежая рыба. Это была большая редкость. А рыба в основном была все-таки в консервах. И наиболее массовые консервы, рабочие, крестьянские консервы, это килька в томатном соусе. Почему я еще помню кильку? Потому что очень часто мы шутили, что вот люди в переполненном троллейбусе или в переполненном автобусе, а в Советском Союзе такое было очень часто, что люди прям битком набивались в городской общественный транспорт, что они как вот кильки в банке. Ну, иногда говорили и сельди в бочке, но сельди в бочке, я не помню, чтобы уже в 80-е мы часто видели сельдей в бочке, а вот килек в этой банке мы видели на постоянной основе, потому что эти консервы часто были в продаже. Были также, хоть и реже, сардины, скумбрия, шпроты рижские бывали, но как деликатес. Это уже была редкость и обычно вот эти рижские шпроты, их покупали и держали до Нового года. И на новогодний стол вот это вот сырокопченая колбаса, сыр и шпроты. Это был такой вот новогодний как бы комплект. Не исключено также, что их раздавали в продуктовых наборах на предприятиях и поэтому также их вот и берегли. Что касается сладостей, ну молочный шоколад был, черного шоколада в советское время я не помню вообще. Конфеты шоколадные были реже, то есть шоколад даже был чаще, чем шоколадные конфеты. Но шоколадные конфеты, я вот помню, например, конфеты «Мишка на севере», еще и потому, что в позднем Советском Союзе была такая шутка, такой шутливый плакат, слоган «Мишку на север», имелся в виду Михаил Горбачев. И вот «Мишка на севере» переделали в такой вот политический слоган. Но «Мишка на севере», «Мишка косолапый», я этот фантик помню, потому что у моей бабушки на стене висел такой ковер, на котором была эта же картина с медведей в сосновом бару, по-моему. Далее «Аленка», «Белочка», «Каракум», что там еще «Красный мак», в общем-то, по-моему, и все. Но это все было редко. И обычно, как мы получали шоколадные конфеты? Мы их обычно получали в новогодних подарках, потому что дети в Советском Союзе часто ходили на елки. Обычно ходили не на одну елку, а, допустим, от бабушкиного завода елка, там где-то от маминой работы елка или от папиной работы елка, какой-то пригласительный. И каждая вот эта вот елка, это было какое-то нехитрое представление для детей, простенькое. И это был подарок, обязательно вот такой какой-то пакетик с конфетами. Обычно там много конфет было попроще, но пара шоколадных конфет там была. И вот именно оттуда мы получали в основном-то и шоколадные конфеты, потому что купить их в магазинах было практически нереально. Было что-то попроще. Было драже. Драже было, в принципе, часто. Были морские камушки. Ну, кстати, не самый плохой вариант. Иногда можно было купить сосательные конфеты Монпансье в таких кругленьких, жестяных баночках. Но это было редко. Чаще можно было просто купить сосательные конфеты типа Дюшес и Барбарис. А также и риски. Вот это те сладости, которые были в свободной продаже. Кстати говоря, были также мармелад был. Мармелад, но особо ценился это лимонные и апельсиновые дольки. Они тоже были в баночках круглых, но повыше. Такие интересные высокие баночки. И я помню, что их очень любили потом не выбрасывать, а сохранять для сыпучих продуктов. И на кухне вы их, наверное, часто могли тогда увидеть. В них там что-то засыпали после того, как съели эти мармеладки. Торты в Советском Союзе тоже были определенным дефицитом. То есть их можно было купить. Ну где-то, может быть, раз в два месяца побаловать себя тортом, который можно было достать в магазине. Можно. То есть это не покупали каждый день и даже каждую неделю. Это все-таки была редкость, но не такая редкость, чтобы там раз в год. То есть да, вот торт в магазине купить можно было. У нас был такой как бы фирменный визитная карточка Киева. Это киевский торт. На самом деле киевляне его не ели. Может быть, мы один раз, я там попросил попробовать. Потому что киевский торт было проще всего купить. Он лежал в магазинах. Мы его не брали, потому что он для нас невкусный. А вот что мы ели, что действительно я помню как хорошие варианты. Это пражский торт, это трюфельный торт, это торт космос или космический, по-моему, он скорее назывался. Хотя уже после Советского Союза я этот космический торт не видел. Не знаю, почему-то его сейчас не делают. Пражский делают и трюфельный делают до сих пор. Примерно такие же. И был еще в конце советского периода торт Боровина. Это то, что было у нас. Кстати говоря, уже в самом конце советского периода, как стали с тортами мухлевать сотрудники кондитерской фабрики. Они много сиропа добавляли в тесто, чтобы сделать его потяжелее, чтобы шло меньше нормальных продуктов. Но его там сиропом щедро смочить, чтобы массу добавить, чтобы на этот килограмм выйти. И потом берешь эти коробки картонные, в которых тогда торты продавались, а она внизу вся мокрая, потому что сироп аж прям вытекает. Чаще всего советские люди даже не покупали торты, а пекли сами. То есть каждая в основном советская домохозяйка умела печь какой-то торт, и даже не один. И хитом вот такой домашней выпечки в Советском Союзе был торт Наполеона. Обычно все дни рождения у родственников приходишь. Обычный вариант на сладкое это торт Наполеон. То есть вот такой хит самодельной выпечки. Если говорить о напитках, то то, что запоминается из советского периода, это соки в огромных банках, которые часто стояли в магазинах тогда, когда там больше ничего не было. Соки были, по-моему, в трехлитровых банках. Это яблочный, виноградный, томатный, березовый. Я, кстати, березовый любил, хотя на самом деле это полная фигня. Это просто там подкрашенная водичка с сахаром. Но, тем не менее, были также соки на разлив. То есть можно было прийти в магазин, там стакан сока купить. Тебе его там наливали из каких-то таких агрегатов, в которых его чуть-чуть охлаждали. К томатному соку еще соль полагалась. Кстати, говорят, тоже я такое помню. Бесалкогольные напитки, в принципе, бывали. Это не было дефицитом. Это всякие лимонады, просто лимонад был. Был напиток буратино, был грузинский тархун. Тархун, кстати, я его сначала любил, а потом как-то отравился им. Так что, я помню, аж язык зеленый был. Ну, что-то делали некачественно, бодяжили чем-то там с этим красителем зеленым. И был Байкал. Байкал у нас, кстати, был редко, но я его довольно любил. И у него такая этикетка была интересная. Горы, там озеро. Но, тем не менее, вот из редкого бывали фанта и попсикола. В советское время их можно было купить, причем в нестандартной бутылке. Обычный лимонад продавался в бутылках пол-литра, а вот эти фанта и попсикола в бутылках 0,33 литра, в таких тоненьких бутылочках. И это считалось шиком. Их редко можно было купить, но иногда в гастрономах можно было на разлив купить. Я помню, что в Керчи я как раз пил фанту и попсиколу в гастрономе на разлив. Квас в бочках. Это был типичный напиток летом. В магазинах я не помню, чтобы квас продавали. Может быть и продавали, но мы обычно покупали квас в бочках. Бочки с квасом стояли, если не на каждом углу, то пройти там радиус 500 метров вы одну или две бочки точно могли найти. Квас там можно было купить, как выпить на ходу. Там были 0,3-0,5 литров. Это кружки. Прям в кружки вам наливали. Потом эти кружки мыли и повторно использовали. Причем такие интересные формы кружки. И можно было на разлив. То есть со своей тарой. Обычно те же эмалированные бидоны, вот как я за сметаной ходил. Так вот с подобным же бидоном я ходил летом за квасом. И потом этот квас ставили в холодильник и несколько дней пили. А потом ходили. То есть вот летом квас пили постоянно. И делали окрошку тоже. Часто из этого нехитрой снеги. Это и зеленый лук. Это докторская колбаса. Это там яйца. Вот это все крошили. И с квасом это все смешивали. Также в бочках, но реже, гораздо реже, продавали пиво. Пиво я в советское время помню только одно. Жигулевское. Вот кстати пиво жигулевское продавали и в бутылках. В таких же как и лимонад в пол-литровых бутылках. И пиво было абсолютно отстойного. Это качество. Я его там пробовал. И еще конечно, ну как бы я уже не совсем был маленьким в советское время. В последние годы Советского Союза. Так что мне можно было уже и пиво попробовать. Но мне его вкус не понравился. И вот пиво, уже нормальное пиво у нас стали делать в 90-е годы. Скорее уже в середине 90-х. Но об этом в выпусках про 90-е. То есть вот качество этого советского жигулевского пива. И качество пива, которое мы пьем сейчас. Даже вот наше, там украинское или российское пиво. Неважно. Это земля и небо. Это абсолютно разный продукт. То есть в Советском Союзе это пиво жигулевское было абсолютно отстойным. Вина в Советском Союзе пили сладкие, полусладкие. И кстати говоря, мои родители, поколения моих родителей, даже некоторые из моих друзей, они сухое вино пить не могут. Потому что оно для них слишком кислое, терпкое. Нет, они плюются, им надо что-то сладенькое. В Советском Союзе были вина сладкие, полусладкие. Но вот я помню почему-то и Херес, Мадейра, ну Портвейн, разумеется, это самое, наверное, массовое вино. Так что вот такого рода вина, у нас их пили не очень много. Я что-то не помню, чтобы вина были в Советском Союзе массовым напитком, если честно. Да, их там на дни рождения, на Новый год ставили бутылку вина, там женщины пили по бокальчику. Не очень много и как-то, ну как бы не массовый напиток. Массовый напиток это вуку. Водка в таких бутылках с бескозыркой, то есть с крышечкой из фольги, которую можно было снять, но уже потом не оденешь. Потому что водку, если открывали бутылку, то выпивали уже до конца. Это как-то не было принято, что вот чуть-чуть водки. Если уже выпить, то стаканами. Ну вот, вот было такое время. Особенно это среди более такого люмпинизированного пролетарского сословия. Было вот все-таки люди интеллигентные, они меньше это пили, хотя и они пили тоже, а что? Вино мало пили, все-таки водку в основном. Но рабочие, то вообще те водку глушили на ежедневной основе. Люди по вот такие более интеллигентные и, ну, скажем, непростые уже инженеры, если взять, а какие-то там начальники отделов, профессора, вот. Вот, они больше коньячок. Вот, тоже такой типичный штамп. Не знаю, конечно, по нынешним временам это не коньяк, это просто бренди, причем не самый лучший. Но вот, да, там 3 звездочки, 5 звездочек, это все идет оттуда. Никто же даже бренд советского коньяка не считал. Все там говорили, да, вот коньяк 3 звездочки, коньяк 5 звездочек. Хотя на самом деле были и в советское время, поскольку я в этой отрасли уже позже какое-то время работал, были марочные коньяки и гораздо лучшего качества, но, по-моему, их в свободной продаже не было. Типа там Чайка, Десна, Аркадия, вот что-то вот в этом роде, я такое помню. Ну, Арарат, понятно, я не знаю, вот это тот же Арарат, что сейчас, или другой, но вот название я тоже помню. Но коньяк это был уже такой элитарный достаточно напиток и хороший подарок. Если там надо было подарок, то достать бутылку коньяка тоже это был дефицит. Возможно, у меня эти воспоминания еще наложились на антиалкогольную кампанию, потому что Горбачев, придя к власти, начал антиалкогольную кампанию. И как раз вот это совпало с тем периодом, который я хорошо помню. Может быть, из-за этого я помню, что вот вина как бы мало пили, коньяк дефицит. Водка это не столько уже напиток, сколько валюта, которая расплачивалась с разными там слесарями, сантехниками, электриками. Пол-литра расплачивались, как тогда говорили. И дефицитом это тогда стало еще и потому, что продажу ограничили. Нельзя было купить в обычном гастрономии. Это надо было идти в специальный винноводочный отдел или в специальный винноводочный магазин, которые работали очень ограниченные часы. Это совпадало с рабочим днем. И этого там еще и водки не было обычно. Это надо было ждать, находить момент, когда ее привезут. Тут же выстраивалась огромная очередь. И это, наверное, самые большие очереди. Это как раз за водкой. И там и драки были, и там, по-моему, две бутылки в руки или что-то в этом роде. Но как-то вот это все было большим дефицитом. Ну, для меня это было не очень актуально, потому что, естественно, я еще тогда водку... Сейчас я ее не употребляю, но тогда тем более, потому что это все-таки я не был таким взрослым в советское время. Меньше у меня воспоминаний о магазинах промышленных товаров. То есть это четко делилось. Продуктовые магазины и непродуктовые. В непродуктовых магазинах был такой феномен, как универмаг. Вот как-то вот в советское время универмагов было много. В уже западных странах того времени вот этот формат универмага, который появился в конце 19 века, который вот в книге Золя очень хорошо описано, как пришли во Францию универмаги первые, и как они вытесняли маленькие лавочки специализированные. Это 70-е, 60-е, 70-е годы 19 века. Универмаги пришли в дореволюционную Россию, а советская власть этот просто формат законсервировала, как она консервировала, в общем-то, очень многие вещи, которые в Советском Союзе даже в 80-х годах делались примерно так же, как они делались не то, что в начале 20 века, а и в конце 19 века. Вот и этот формат универмага, то есть то, что по-английски называется departments, то, что вы практически не найдете сейчас где-то в развитых странах, он сохранялся. Видимо, потому что более современных форматов, форматов именно таких шоппинг-центров, PLAZ, тогда, естественно, не существовало. Ну, ГУМ в Москве чем-то подобным только был, а так универмага, там, магазин, в котором было много делов разных товаров. Я тогда в основном покупал как констовары, как школьник, да, там, ручки, карандаши, тетради, блокноты. Это все было. Телефонные книжки. Феномен советского времени. Сейчас уже никто это не использует, а в советское время у каждого человека была с собой телефонная книжка, которую с собой носили, и дома лежала рядом, у кого были телефонные аппараты, рядом лежала большая телефонная книга, где были записаны все номера. Сейчас мы это, естественно, все записываем в мобильных телефонах. Вот. Те вещи канцелярские были в свободной продаже всегда. Хуже было с бытовой техникой. Чтобы достать нормальный какой-то там телевизор, холодильник, надо было записываться, надо было стоять в очередях, записываться, вести запись за несколько месяцев, отмечаться периодически, приезжать. То есть это не было такой очереди, что прям стоит на улицу, хвост из магазина, и стоят за телевизорами. Такого не было. Это надо было... Но очередь была, она была просто в виде записи. И не помню каждый день, но, наверное, все-таки раз в неделю, или два раза в неделю надо было приезжать. Причем зачастую это вдалекий какой-то универмаг, где были какие-то знакомые продавцы, которые могли записать на вот там тот телевизор, который им должны были поставить через три месяца. Вот так вот, я помню, отец ездил за телевизором, по-моему, или отец, или дедушка, кто-то из них ездил, и в конце концов купил телевизор. Естественно, это какой-то блат, но были также льготники. Вот льготникам было проще всего. Обычные льготники советского периода, это ветераны, потому что еще в 80-е годы многие ветераны Великой Отечественной войны были еще живы. Это были уже, конечно, такие люди пенсионного возраста, но еще вполне дееспособные. И вся семья этим пользовалась, потому что ветеранам льготы без очереди, или в первую очередь запись без очереди. Ну, как бы, вот если есть ветеран, то через него доставали бытовую технику всей семье. Было, естественно, понятие выбросили. Меньше оно относилось к крупной бытовой технике, но тоже иногда вот попадалось. Например, что значит выбросили? Появилось в свободной продаже то, что обычно в ней не бывает, и люди, которые в это время находились в магазине, или к которым продавцы позвонили, говорят, вот у нас выбросили то-то, нужно, приезжай, сейчас. Все, бросай, приезжай, потому что через час этого уже не будет, раскупят. Так вот, подобная история была с холодильником как раз у меня в семье. Это было самое начало 80-х, не знаю, 80-й, 81-й год, наверное. Я еще совсем маленьким тогда был, но мне это рассказывал дедушка, по-моему. Дедушка рассказывал, что вот какой-то знакомый его продавец звонит, там выбросили холодильники. Нужен? Срочно подъезжай. Ну, дедушке не нужен был. И он позвонил моему отцу, своему сыну, и говорит, что вот так и так. И отец тут же сорвался, там взял, по-моему, 400 рублей, или что-то около того, поехал и тут же купил. То есть, вот это надо было ловить. Вот если такой момент наступал, и вам что-то нужно, на удачу, ну, естественно, на удачу рассчитывать на чистую нельзя было. Надо было, чтобы были знакомые, которые позвонят, предупредят, за, может быть, придержат какой-то там один холодильник, который еще остался. Если ты быстро приезжаешь, то ты его покупаешь по госцине. Можно было иногда нарваться, ну, не на холодильники и большие телевизоры, но вот на что-то нарваться можно было и вообще на удачу. И мы так купили где-то году в 85-м или 86-м маленький переносной телевизор. Это была большая редкость в Советском Союзе. Я, кстати, очень не помню, чтобы у многих были такие телевизоры. Вообще они существовали. И вот как-то мы с отцом были в магазине, в универмаге как раз. И тут выбросили в продажу вот эти маленькие переносные черно-белые телевизоры. И отец тут же его купил. Не помню, там, сколько он стоил. 150 или 180 рублей. Но как-то вот надо было сходу это все решать. Вот мы его купили. И потом он много лет у нас был на кухне, как второй телевизор, что вообще в советское время, как я уже говорил, второй телевизор был огромной редкостью. Обычно телевизор в семье был один. Были магазины хостоваров. Это я хорошо помню, что они были. Но я хуже помню ассортимент. Потому что, конечно, каких-то полезных вещей там было купить сложно. Ну, там, конечно, их нельзя путать с нынешними строительными гипермаркетами, куда вы приходите. Там у вас, не знаю, все есть. А тогда ничего не было практически, кроме какой-то, ну уж совсем элементарной бытовухи. Ну, наверное, там были гвозди, винты, шурупы. По-моему, там всегда были прокладки, потому что прокладки в кранах, как я говорил, менялись регулярно. И это умел делать каждый советский мужчина. Наверное, там были. Вот что-то у меня такое вот есть смутное воспоминание, что вроде бы там покупали краски и кисти. Потому что иногда надо было там какой-то там элементарный ремонт, обновление в квартирах делать. Не помню, чтобы это приходилось сложно доставать. Вот более сложные какие-то вещи. Да, это приходилось доставать, типа, обои. А вот, по-моему, клеенка, ее в хостоварах можно было купить. И вот, опять же, клеили клеенку вместо обоев. Или там на стол вместо скатерти стелили клеенку. То есть, вот какие-то такие. Еще какие-то простые вещи, типа тазов, ведер. Вот это можно было купить. И это, по-моему, вот такое было. Кстати, что было большим дефицитом советского времени, и что вас может удивить, это туалетная бумага. Вот туалетная бумага почему-то была жутким дефицитом. И люди там как-то пытались ее урвать. И прям в очередях выстаивали за туалетной бумагой. Но вот в 80-е это был страшный дефицит. Следующий тип магазина, который в Советском Союзе был, это галантерейные магазины. Ну, там обычно покупали нитки ткани. Это было. Нитки для вязания. Кстати, вязание очень распространенная вещь в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе. Многие женщины вязали. Многие вязали на работе, потому что на работе делать было многим вообще нечего. Был такой даже советский анекдот, что нам делают вид, что платят за то, что мы делаем вид, что работаем. То есть, во всяких этих НИИ, конструкторских бюро и так далее. Там люди чаи пили, а женщины вязали. Но вязали еще и потому, что было сложно купить нормальную одежду. И там были распространены журналы с выкройками всякими. И не только для того, чтобы шить, но и для того, чтобы вязать. И вязали свитера, шарфы. Это было распространено. И нитки, соответственно, можно было купить, хотя хорошие нитки тоже были дефицитом. Хуже было с одеждой и обувью. Я не могу сказать, что прям вообще ничего не было. По моим воспоминаниям, одежду и обувь советского производства, по крайней мере, где-то года до 88-89, купить было можно. Но ее не покупали, просто потому, что она была ужасного качества. Про миниатюру Райкина я уже рассказывал. Старались не покупать советскую одежду. И тем более советский обувь. Потому что это считалось абсолютным отстоем. Она была крайне плохая. Может быть, даже не столько в плане качества материалов, сколько в плане дизайна и, как это сказать, юзабилити, то есть удобства. Она была какой-то деревянной колодки, так условно называли. Она была очень неудобной, очень жесткой какой-то, плохо сидела. И старались покупать обувь и одежду соц. стран. Германия, ну то есть ГДР, Чехословакия, Югославия, Польша, вот что-то такое. А шик это, конечно, финское или итальянское было. Но это было не достать. Поэтому, конечно, брали то, что можно достать из одежды и обуви. Носили годами. Покупали даже для детей на вырост, разумеется, покупали. Это потом лежало, ждало, когда вот я вырасту. Например, для меня родители покупали, если хорошая вещь на несколько лет вперед могли купить. Обувь, особенно женскую обувь, покупали, брали. Брали, если что-то выкинули сапоги, женщина стоит в очереди, ей не достается размер, она берет уже то, что есть. Ну и более-менее ходовых размеров. Да, можно было найти в свободной продаже не ходовые размеры. То есть очень маленькие или очень большие. А ходовых сложнее. Так вот, если был ходовой размер, но не ее, то женщина скорее взяла бы какие-то импортные сапоги. Для чего? Для того, чтобы потом поменяться. Это тоже был такой феномен. Купить чужой размер, а потом спрашивать, вот я там такой-то купила, а вот у меня есть такой, а мне нужен такой. У кого есть, чтобы поменяться? Потому что кто-то мог купить ваш размер, который ему не подходил, но просто потому, что была возможность достать. Иногда покупали так, что не на месте менялись, а просто вот купил, отнес домой, это лежит в коробке новая, и через знакомых спрашиваешь, кому нужно, чтобы поменяться. Это не спекуляция, это не то, чтобы для перепродажи. Это просто потому, что ваши размеры вы достать не могли, а могли достать ходовая вещь, другой размер. Но потом кто-то мог достать ваш размер, и вы с ним могли поменяться через знакомых, через друзей, как-то найти. Вот такое бывало, лежала обувь в коробках, новая, не нашего размера, чтобы поменяться. Часто, особенно в плане обуви, одежды, я такого сильно не помню, хотя, возможно, какие-то вещи из одежды так тоже можно было достать. Но вот почему-то я помню, что из обуви такое часто, ну не часто, иногда можно было достать. Это называлось распространять через организации, то есть закупали какое-то количество обуви импортной. Оно попадало не в свободную продажу, не в магазины, а раздавали по разным там заводам, институтам, конструкторским бюро. И дальше это распространяли, особенно через профсоюзные комитеты, через правкомы среди сотрудников. То есть там была какая-то запись, когда-то спрашивали, какие у кого размеры, и потом если такая партия на организацию поступала, то она распределялась между сотрудниками. И это было, наверное, более реальным способом достать импортные вещи из там обуви особенно, может быть и из одежды, по сравнению с тем, чтобы случайно наткнуться в магазине и выставить огромную очередь. И наконец в завершении два типа магазинов, которые в Советском Союзе были, но были достаточно необычными. Сравнительно необычными. Это комиссионные магазины, это березки. Комиссионные магазины, то, чего сейчас нет, я пока такого не видел, но в Советском Союзе комиссионки были, были не такой большой редкостью, как можно подумать. Это магазины, которые продавали товары, которые давали обычные люди типа на комиссию. То есть человек дает товар, по-моему он говорит, по какой цене он хочет продать. Комиссионка ставит его в продажу, несколько месяцев он стоит. Если продается, то человеку выдаются эти деньги за вычетом комиссии магазина. В комиссионных магазинах можно было купить импортные товары. Как они туда попадали? Но в основном там всякие моряки, дипломаты и сотрудники, которые работали за границей, особенно в капиталистических странах, привозили какие-то товары и потом через комиссионку продавали по достаточно высоким ценам. Но в свободной продаже таких вещей не было. Так вот, в комиссионках можно было купить то, что нельзя было купить в обычных магазинах. Можно было купить без очереди, но естественно по очень высокой цене. Я уже рассказывал, что вот так мой отец в комиссионке наткнулся и купил магнитофон Sharp. Как раз. Возможно, я с ценой в прошлом выпуске ошибся, потому что я что-то так помнил, порядок, как отец говорил. Но судя по тем статьям, которые сейчас есть в интернете, там совсем этот магнитофон должен был стоить других денег. Я что-то помнил в районе 450 или 500 рублей, а то, что я вижу в интернетах, это 2500 или как минимум 200, что для меня немножко странно, потому что в принципе это больше, чем годовая зарплата моего отца, и вряд ли он бы купил такой дорогой магнитофон. Может быть, не знаю, может ему повезло, и он наткнулся на действительно дешевый магнитофон, а может быть, все-таки я плохо запомнил порядок цен, из тех 80-х. И, наконец, вот последний магазин, о котором я упомянул, это Березка, это необычный магазин. Обычный человек в Березку с простыми советскими рублями прийти не мог. Там продавали товары за необычную валюту. Это были чеки. Или какие-то там были, по-моему, то ли чековые рубли, то ли именно чеки, ну, или боны были какие-то. В общем, там были какие-то вещи, ну, условно, скажем, чеки. Я их условно сейчас назову. Может быть, не совсем корректный термин, но условно чеки, которые выдавали советским гражданам, работавшим в других странах. И потом они, приезжая в Советский Союз, могли купить товары, которых не было в обычной продаже, за вот эти чеки, как за, ну, такой заменитель валюты. И там действительно можно было купить тоже хорошие импортные вещи, там и японские, и там какие-то, ну, и соцстран, наверное, тоже. Но, по-моему, и капиталистических стран там были товары. Но это были магазины не для всех. Это были, как бы, магазины очень престижные. Но простой советский человек, в принципе, эти чеки достать мог у спекулянтов. Естественно, по очень высокой цене, переплачивая в сравнении с теми, кто их получил изначально. Но, тем не менее, другого выхода зачастую не было, потому что достать хороший импортный товар, или можно было на удачу, да, в комиссионке, или в этой березке, но купив эти чеки как-то у спекулянтов, естественно, рискуя, потому что это было незаконно. Так что вот так обстояли дела с товарами, с продуктами и с магазинами в Советском Союзе, по крайней мере, в 80-е годы, которые я по себе достаточно неплохо помню. Спасибо вам за внимание. Этот цикл будем продолжать. Будем продолжать о том, как люди выглядели, что они носили, какие одежда, обувь, аксессуары, что они читали, что они смотрели, по крайней мере, из моих собственных воспоминаний, то, что я помню о жизни в Советском Союзе 80-х. Ну, а потом этот блог закончим и перейдем уже к 90-м. Что, оставайтесь на этом канале. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.